Друзья, хотите пощекотать себе нервы, почитать залипательные истории о самых разных монстрах и чудовищах? Тогда вашему вниманию предлагаю группу с леденящими душу страшилками, которые не дадут вам уснуть этой ночью. Парень только начал развивать свое творчество, однако уже добился немалых успехов. Ребят, если вы заинтересовались, переходите по ссылке в описании и вступайте в группу. Не пожалеете. Квартиры такого типа риэлторы между собой называют. Карцер. Знаю, потому что обошло не одно агентство в поисках того жилья, что будет мне по карману в моей нынешней ситуации. Но даже эти карцеры, которые мне предлагались со слегка скривленными в насмешке губами, были слишком дороги. Вариантом было снять комнату, но жить с кем-то, делить быт, вытаскивать чужие волосы из слива. Сейчас у меня на это просто не было моральных сил, особенно после месяца проживания с подругой. Разумеется, я была очень благодарна ей за приют. Вариант нашелся тогда, когда я уже была уверена, что придется согласиться на коммунальное проживание с черт знает кем. На вокзале в тот день я оказалась случайно. Подруга, у которой я временно жила после развода, попросила выкупить для нее зарезервированный на вечер билет в соседний город, куда она регулярно ездила к своему парню. Выкупив билет, я вышла на площадь перед вокзалом и пошла на мостик над невысоким подобием ручья, протекающим возле площади. На ручей смотреть было неприятно, все это русло было густо усеяно бычками, поэтому я повернулась спиной к перилам и начала разглядывать людей, которыми кишил утренний вокзал. Тогда я ее и увидела. Бабулька, абсолютно обычная на вид, бежевый весенний плащ 70-х годов, старомодная косынка и современные уги. Эклектика поколений. Отличала ее лишь картонная табличка, висящая на груди, по которой я скользнула равнодушным взглядом и уже собиралась отвести глаза, как вдруг увидела слово, зацепившее мое внимание. Гостинка. Именно гостинками называются эти крошечные квартиры-гробики, где кухня и жилая комната объединены вместе. Санузел представляет собой крошечный закуток, а холодильник гудит прямо у тебя над головой. Гостинка – дешевое жилье. Я выбросила бычок в сторону ручья, пополнив их береговую колонию и медленно двинулась в сторону бабульки. Через пару метров я различила цену, написанную на картонке, и ускорила шаг. Это было почти в два раза дешевле, чем просили в агентстве, да и на риэлтора, которому нужно было платить комиссию, бабулька не тянула. Я неуверенно подошла и улыбнулась. «Здравствуйте, вы сдаете квартиру?» Бабулька, задумчиво смотревшая в сторону, встрепенулась и повернулась ко мне. Выражение неясной тревоги на ее лице сменилось радушной улыбкой. «Да, милая, сдаю. Ты хочешь снять?» Смотря что за квартира и где находится. Если совсем в глухом районе, то... «Нет, нет, почти в центре, тут недалеко. Хочешь, сходим посмотрим прямо сейчас?» Старушка так активничала, что я слегка занервничала. А стоит ли идти одной? Можно было бы пойти с подругой, но она на работе. Именно поэтому она попросила меня съездить за билетом. Больше друзей, которых можно оперативно вызвонить, у меня нет. Да и, честно говоря, я бы постеснялась демонстративно делать это при старушке. «Идем, идем, милая!» Старушка потянула меня за рукав, и я автоматически двинулся следом. «Ей-богу, я идеальная жертва маньяка. И как я умудрилась дожить до 26 лет?» По пути в квартиру я вспоминала случаи из «Криминальной хроники» про подставные квартиры, про людей, которых заманивали в логово бандитов, про проданных в секс рабство женщин и милую питерскую бабульку, что травила и расчленяла своих квартирантов. «Остановилась ли я?» «Нет, я послушно шла за старушкой, даже с некоторым интересом ожидая, что будет дальше. В последнее время я стала фаталисткой». Когда мы оказались перед ветхой сталинкой в старом центре города, я испытала странные эмоции. С одной стороны, дом выглядел жутковато, но с другой, на логово мафии он не слишком походил. Мысленно перекрестившись, я ступила за моей проводницей в темный, пропахший мышами и мокрыми тряпками подъезд. «Тут невысоко, третий этаж!» пропыхтела бабулька, с трудом преодолевая лестницу. Мне бегать по этажам было не привыкать, поэтому я терпеливо ждала ее на каждом пролете. У высокой, под потолок массивной дверью, старушка остановилась. Отперев ее большим старомодным ключом, поманила меня внутрь. За дверью тянулся длинный коридор с выходящими в него дверями. Я насчитала по три двери с каждой стороны и одну в торце. Старушка прошла в конец и отперла третью дверь слева. «Проходи, не разувайся!» Я тщательно вытерла ноги о дырявую серую тряпку и ступила на скрипучий паркетный пол. Наверное, раньше это была коммуналка, которую позже поделили на квартиры. Внутри меня встретило именно то, что я ожидала увидеть. Крошечный закуток, служащий прихожей, не имел двери, и темнота, царившая там, заставила меня как можно скорее пересечь его и войти в комнату. Она действительно оказалась крошечной, метров десять, не больше. Длинная, как трамвай, комната тянулась к рассохшему окну, которое венчало таре из комнаты и напоминало отверстие на конце подзорной трубы. Квадратный выступ с дверью, который и образовывал прихожую, действительно оказался санузлом. Напротив него, вдоль стены, тянулось подобие кухни. Тумба, раковина, подвесной шкафчик, гудящий старый холодильник. За выступом располагался старый красный диван, напротив которого расположилась тумба с телевизором. Хозяйка, которая смущенно поглядывала на меня, быстрым шагом пересекла комнату и быстро клацнула пультом, что лежал на тумбе. «Ну, вот!» Она развела руки, обводя окружающую обстановку. В ее голосе не было никакой надежды, только смущение, и это кольнуло меня. Наверное, не я первая, оказавшись тут, демонстрировала такое выражение лица, которое сейчас наверняка образовала моя мимика. Мне стало жаль старушку, но я фрилансер, жить и работать в этом гробу. Я смущенно улыбнулась и попятилась к выходу. «Очень мило, но мне, к сожалению, не подходит». «Да, да, я уже поняла, детка. Ну, вот мой номер, если передумаешь, звони». Бабулька вытащила из кармана и протянула мне самодельную визитку. Аккуратно вырезанный кусочек тетрадного листа в клетку, на котором старательным старческим почерком был написан номер телефона. Сердце сжалось, и я взяла бумажку, уверенная, что мне никогда не придется звонить по этому номеру. Но судьба распорядилась иначе. Я выходила из квартиры под приглушенное бормотание телевизора и еще не знала, что уже завтра окажусь тут снова. Уже вечером, когда моя подруга пришла с работы и начала поспешно собираться на автобус, она объявила мне, что возвращается вместе с парнем, который будет искать работу в нашем городе, и мне, увы, придется съезжать. Она вернется через три дня и надеется, что к этому времени я уже что-то подыщу. Она ушла, а я весь вечер прорыдала, лежа в ванне и напиваясь вином, которая осталась у нас с недавней посиделки. Я понимала, что обвинять ее в чем-то несправедливо. Она имеет полное право вветь гнездышко со своим возлюбленным в своей собственной квартире. А меня она и так приютила после того, как муж объявил, что больше не видит меня рядом с собой. И вообще, пора уже двигаться дальше. Он двинулся, а мне идти было некуда. Поэтому, когда я выползла из ванны, я нашла в кармане бумажку с номером сегодняшней бабульки и позвонила ей. Радость в голосе женщины была настолько неподдельная, что мне даже слегка стало неудобно. Ведь это не я оказываю ей услугу, а она сдает мне жилье, пусть и довольно стремное, за сущие копейки. Мы договорились, что завтра я приеду с вещами, и я начала собираться. Следующим утром, волнуюсь, бабулька мялась возле подъезда. Когда я приехала на такси, она улыбнулась, мелко закивала и повела меня в мой новый дом. Квартира выглядела ничуть не лучше, чем вчера, но я решила не падать духом. Мое покрывало на диван, мои занавески, пара репродукций, и тут станет гораздо уютнее. Я с трудом втащила чемодан в комнату и уже не удивилась, когда услышала, как за моей спиной бабулька щелкнула пультом, включив телевизор. Некоторые люди не переносят тишины, но я никогда не была из их числа. Мы наконец-то познакомились. Бабулька, назвавшаяся Анастасией Павловной, села за узенький столик, расположившийся возле тумбы с телевизором, и дрожащей рукой переписывала мои данные из паспорта в договор о найме, пока я задумчиво ходила по моему новому жилью, трогала мебель и стены. Включила роутер, который, как оказалось, висел в прихожей. Заглянула, наконец, в санузел. Он оказался чуть лучше, чем я представляла, и даже имел узкую стиральную машину, зато не имел умывальника. Душ представлял собой вымощенную плиткой угловую площадку с бортиком, закрытую занавеской. Проверив, работает ли душ, есть ли горячая вода, я вернулась в комнату. Бормотание телевизора слегка начинало раздражать. Я подписала документы, и хозяйка начала поспешно собираться. Я подошла к окну, отодвинула плотную штору, наполовину закрывавшую окно, и удивленно отпрянула. За тюлевой занавеской я увидела рассохшееся деревянное окно, забранное снаружи решеткой. Я обернулась. А зачем тут решетка? Это же не первый этаж. Анастасия Павловна нервно улыбнулась. Я не знаю, это квартира моей покойной сестры, я тут ничего не меняла. Я почувствовала, как по позвоночнику пробежала легкая дрожь. Мне стало тревожно. А отчего она умерла? Не глядя на меня, хозяйка обувалась. Она не здесь умерла, не переживай, живи спокойно. От ее тона мне наоборот стало совсем неспокойно, и я нервно сглотнула. Но беспокойство достигло апогея, когда Анастасия Павловна уже стоя у двери обернулась. Ты только телевизор не выключай, пусть работает. Тут счета небольшие, за это не переживай. Я переживала совсем не за это. Что? Зачем? Старушка упрямо помотала головой. Не выключай, и все. Даже ночью. Просто звук убавь. Волосы на моей голове зашевелились. Вы серьезно? А что будет, если выключу? Хозяйка посмотрела на меня хмуро и без улыбки. Да ничего не будет, но лучше не выключать. Место тут не самое приятное, иначе не сдавало бы так дешево. А если свет выключат? Тогда лучше уйди куда-нибудь, пока не включат. Пока я обдумывала, что я должна ответить на этот абсурд, входная дверь закрылась со звуком захлопнувшейся мышеловки, и я осталась в одиночестве. Так, спокойно, спокойно. Почувствовав, как нарастает паника, я повернулась и подошла к кухонному шкафчику, в котором во время осмотра я увидела старые чашки, вытащила одну и пошла к дивану, где валялась моя куртка. Достав из кармана сигареты, я щелкнула зажигалкой, затянулась, окинула взглядом мой новый дом и расплакалась. Это еще не было полным дном, но я уже была близко. Наревевшись и нажалевшись себя, я встала и с трудом открыла окно, впустив в комнату свежий воздух. Хватит, наревелась. Надо учиться жить по-новому и находить плюсы. Вот только телевизор очень раздражал. Выключив его, я поняла, что больше не могу игнорировать угнездившийся в желудке голод. И, накинув куртку, двинулась на улицу искать продуктовый магазин. Супермаркет нашелся по гугл-карте в трех кварталах от моего нового дома. Гуляя между стеллажами с тележкой, я даже начала получать удовольствие от своего одиночества и свободы. Деньги у меня пока были, но скоро нужно брать новый заказ. Когда я вернулась с набитыми пакетами в квартиру, меня встретила звенящая, натянутая, как струна, тишина. Разбирая пакеты и включая противно загудевший холодильник, я все сильнее чувствовала это натяжение пространства, которое будто образовывало вакуум у меня за спиной. Чувство было настолько неприятное, что я повела лопатками, будто пытаясь сбросить с плеч покрывала, и резко обернулась. Комната выглядела по-прежнему уныло и убого, но ничего страшного в ней не было. Наскоро пожарив яйца на старой индукционной плитке, я вытащил из сумки ноутбук и растянулась на диване. Работу никто не отменял, и ее нужно было делать, но минут через пятнадцать я поняла, что работать не могу. Гудение холодильника давило на барабанные перепонки. Стены, обклеенные выцветшими желтыми обоями, будто нависали надо мной. В грудь начал заползать страх. Поежившись, я потянулась за пультом и клацнула кнопкой. Комнату заполнила мелодия заставки какого-то телешоу, и напряжение меня отпустило. Может, хозяйка имела в виду именно это, когда советовала включить телевизор. Раньше я всегда работала в тишине, но теперь мне пришлось делать это под приглашенные голоса из телеящика. телевизор раздражал, но без него было еще хуже, и постепенно я так увлеклась работой, что совершенно забыла про него. Когда я наконец отложила ноутбук, в комнате уже почти стемнело. Встав, я потянулась классно-выключателем и комнату залил неприятный тусклый желтый свет от старомодного стеклянного абажура на одну лампочку. От долгой работы и фоновой говорильни голова стала квадратной, и я выключила телевизор, с блаженством слушая наступившую тишину. Вытащив из пачки сигарету, я распахнула окно и оперлась на подоконник, глядя на тихий зеленый двор, залитый оранжевым светом фонаря на углу. Сигарета догорела до половины, когда я вдруг снова ощутила спиной напряжение воздуха. На меня будто навалилось тяжелое ватное одеяло, и я покрутила головой. Обернувшись, я увидела лишь пустую комнату, но стоило повернуться к окну, как ощущение вернулось. Мне казалось, что за моей спиной кто-то стоит. Я кожей чувствовала чужой взгляд, сверлящей меня, и руку, что вот-вот коснется волос на моем затылке. Колени дрожали, сигарета давно догорела, но я продолжала пялиться в окно, боясь обернуться. Лишь когда я совсем замерзла, медленно, на ватных ногах, я повернулась и, конечно же, ничего не увидела. В один прыжок я преодолел расстояние до тумбочки, схватила пульт и включила телевизор. Голоса, зазвучавшие из динамика, развеяли иллюзию чужого присутствия, и я выдохнула. Заснуть в первую ночь я так и не смогла. Привыкла спать в темноте и тишине, а телевизор ужасно мешал, но о том, чтобы его выключить, не было и речи. Когда я попыталась это сделать, тьма в комнате сгустилась и придавила меня подобно плите, стены сжались, а воздух зазвенел, поэтому мне пришлось тут же снова его включить. Я промаялась до самого утра, и лишь когда солнце встало и освещение от телевизора перестало быть настолько контрастным, я наконец задремала. Будильник, который я поставила на десять, вырвал меня из сна через четыре часа, и я села на кровати с чугунной головой. Покурив, я сходила в душ и поняла, что больше не могу провести тут ни минуты, поэтому наскоро позавтракав я оделась, упаковала ноутбук и пошла искать поблизости дешевое кафе с вай-фаем, где я смогу поработать. Так началось мое хождение по всем кофейням и общепитам района. Денег у меня было катастрофически мало, и максимум, что я могла себе позволить, это цедить по две чашки кофе в день, иногда воровато поедая купленный на углу пирожок, спрятавшись за ноутбуком. Официанты смотрели на меня с презрением, но о том, чтобы вернуться в мою студию, не было и речи. Находиться там с каждым днем было все сложнее. Выцветшие стены с волнистым узором, идущий трещинами желтоватый потолок, скрипучий дощатый пол, который оставался грязным, сколько его ни мети и ни мой, пыльный диван-книжка, в щель по центру которого я постоянно сползала ночью, гудящий старый холодильник, потрескивающаяся электрическая плитка, окно, роняющее хлопья краски каждый раз, когда я бралась за раму. Все это было мне настолько ненавистно, что хотелось плакать, но хуже всего была атмосфера в квартире и то ощущение присутствия, что мучило меня с самого момента переезда. А еще постоянная духота и нехватка воздуха, который, несмотря на открытое окно, почти не циркулировал в этом вытянутом гробу. Спать там, слава богу, я научилась, пришлось купить беруши и маску для сна. С ними я высыпалась более-менее нормально и уже почти перестала бояться по ночам, пока однажды ночью я не проснулась в туалет. Стянув с глаз маску, я уткнулась взглядом в телевизор, и просонья чуть не умерла от ужаса, увидев на экране жуткое изуродованное мертвое лицо. Я бы закричала, если бы могла, но из моей груди вырвалось лишь подобие протяжного хриплого карканья. Я зажмурилась, сердце бешено колотилось, от прилива адреналина затряслись руки, и мне понадобилось несколько секунд, чтобы снова открыть глаза и взглянуть на экран. Это оказалось всего-навсего криминальная передача про преступление прошлого, но прежде чем сердце унялось и руки перестали дрожать, прошло немало времени. Когда я была маленькой, мне дважды или трижды снился один и тот же кошмар. Я была пугливым ребенком, боялась фильмов ужасов и книжек со страшными обложками, и сон который я видела несколько раз был таков. Мне снилось, что я нахожусь в комнате, либо в смежной с гостиной, либо в самой гостиной, где был включен телевизор, которому я стояла спиной. Я знала, что по нему показывают что-то невыносимо тошнотворно страшное, настолько страшное, что лишь одна мысль о том, чтобы взглянуть на экран, наполняла меня ужасом. Родители во сне спокойно смотрели эту жуть и не реагировали на мои просьбы выключить, а я никак не могла выйти из комнаты, не повернувшись лицом к телевизору и не увидев то, что он транслировал. Мраморные шарики, что это значит? Словосочетание вселяло в меня такую сильную жуть, что увидеть это казалось равносильно смерти. Я просыпалась в холодном поту и несколько дней после этого сна проходила мимо телевизора с внутренним напряжением. То, что случилось, странно перекликалось с моим детским кошмаром и я дрожала от страха, когда мыла руки после туалета. Я уже давно решила, что съеду отсюда сразу же, как только найду что-нибудь. Но вариантов по-прежнему не было. Даже нормальных комнат не попадалось, а идти мне было некуда. На утро я позвонила хозяйке. Не знаю зачем, просто хотелось поговорить с ней про квартиру, но она не взяла трубку. Почему-то я этому не удивилась. А через несколько дней случилось то, о чем я спрашивала тогда, в самый первый день. Что будет, если свет отключат? Вечером я вернулась из очередного кафе, голодная и продрогшая, поставила воду, чтобы закипятить макароны. Телевизор я включала почти с порога, завела привычку не расставаться с пультом. Я уже знала все вечерние телепрограммы, сериалы и шоу на всех каналах, что ловила антенна, провод от которой уходил в отверстие в стене наружу. Макароны уже начинали закипать, когда лампочка, уже более яркая, замененная мной, вспыхнула еще ярче и погасла. Телевизор с холодильником, разумеется, тоже потухли, и я на миг застыла, как статуя, слушая затихающее бульканье в кастрюле. Когда вода стала неподвижной, меня придавила такая тишина, что я автоматически коснулась ушей, проверяя, нет ли в них беруш. В сердце узким ужиком мгновенно заполз ужас, все ширясь и разрастаясь, подобно опухоли. На ватных ногах я подошла к смутно светящемуся в темноте окну и выглянула наружу. Соседние дома, двор, все было залито чернильной темнотой. Блэкаут на весь наш маленький район. Затылком я почувствовала уже знакомый взгляд, а мои шеи будто коснулись невесомые пальцы. Я почувствовала, что мне не хватает воздуха, но обернуться было гораздо страшнее. Я судорожно пыталась дышать и собиралась силами, чтобы повернуться, схватить куртку, которую я кинула на диван, когда пришла, и в три прыжка оказаться у двери. Но внезапно за моей спиной послышалось шипение и громкий щелчок, который выбил остаток дыхания из моей груди коротким вскриком. Я обернулась и увидела, что телевизор включился. Зрелище было настолько абсурдным, что какое-то время я стояла открыв рот. Света не было во всем районе, а телевизор каким-то образом работал. Я бы ничуть не удивилась в ту секунду, если бы на экране показалась мертвая девочка из фильма «Звонок», но экран показывал другое. Сначала я не поняла, что вижу, но разглядев, увидела длинный коридор с дверями по обе стороны и одной в торце. Волосы зашевелились у меня на голове, когда я поняла, что это напоминает тот коридор, что я прохожу ежедневно перед тем, как зайти в свою квартиру. Двери на экране были закрыты, но вдруг та, что в торце приоткрылась, и я отпрянула от экрана. Ощущение, которое преследовало меня в детском кошмаре, накрыло меня ужасом с головой. От картинки на экране веяло потусторонней жутью, да и неудивительно, учитывая, что телевизор работал вопреки всем законам физики. Дрожащей рукой я потянулась к шнуру и изо всех сил дернула его, но картинка на экране даже не мигнула. Мои ноги подкосились, и я ползком отодвинулась подальше от экрана, уперевшись спиной в диван. Во рту пересохло, сердце колотилось в глотке. Не в силах оторвать взгляд от телевизора, я наблюдала, как в открывшейся на экране двери появился силуэт, который странными маленькими шажками двинулся в сторону камеры. Сначала я не поняла, что с ним не так, но потом до меня дошло, что силуэт двигается спиной вперед. Нельзя, чтобы оно обернулось, нельзя смотреть. Ужас подкинул меня пружиной. Я вскочила на ноги, схватила куртку и кинулась к двери. В закутке прихожей царил кромешный мрак, и я на ощупь ткнулась туда, где была дверная ручка. Ручки не было, и двери тоже. Трясущимися руками я достал из кармана зажигалку, с третьего раза зажегся огонек, и я задохнулась. Двери не было, на ее месте была все та же оклеенная желтыми обоями стена. Я попятилась и принялась вводить зажигалкой вдоль стен, пока она не обожгла мне пальцы, и я не выронила ее. Двери не было, ни единого следа. Более того, дверь в санузел тоже пропала. Я бросила беспомощный взгляд на телевизор, и торопливо отвернулась, видя, что существо на экране все приближается, постепенно заполняя собой все пространство. Если оно обернется, если оно обернется. Паника подхлестнула меня, и я, не думая ни о чем, кинулась к окну. Дернула оконную раму, вздохнула ледяной воздух, вскочила на подоконник, и решетка, чертова решетка, вот зачем она здесь. Я беспомощно вцепилась в прутья, понимая, что не могу протиснуться сквозь нее. То, что живет в телевизоре, то, что отгоняет глупые телешоу и мыльные оперы, было все ближе. Я чувствовала его за спиной. Не дыхание, потому что оно не дышит, и не прикосновение, потому что оно не может коснуться. Я чувствовала лишь ужас, который заставил меня сжаться в комок и упереться лицом в прутье решетки. Может, если я навалюсь на нее, оно выпадет? Что будет со мной, думать не хотелось. Тьма раступилась за моей спиной. Я увидела отблески экрана. Я знала, что если обернусь мраморные шарики мраморные. Эй, что с тобой? Помощь нужна? Голос ворвался в мой мозг так внезапно, что я на секунду даже не поняла, что услышала. Разлепив зажмуренные глаза, я посмотрела вниз. Под моим окном стоял мужчина, одетый в куртку с капюшоном, которого я вроде бы несколько раз видела во дворе из своего окна. В его руке тлела сигарета. Я судорожно всхлипнула и полезла в карман куртки, нащупала ключи, разжала пальцы, и они упали на асфальт под окном. «Пожалуйста, 33-я квартира, у меня что-то с дверью». Мой голос прерывали всхлипы, но когда мужчина поднял ключи и задрал голову, меня будто прорвало. «Вытащи меня отсюда, вытащи, прошу, только не смотри на телевизор», закричала я и, закрыв глаза, разрыдалась. Сияние экрана за моей спиной стало таким ярким, что я буквально чувствовала его затылком. «Быстрее, быстрее». Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я услышала удар за моей спиной и через минуту сильные руки сдернули меня с подоконника. Что-то пробормотав, сосед сгреб меня в охапку и потащил прочь из квартиры, как пожарные выносят людей из огня. Я зажмурилась, но когда мы были в прихожей, все же приоткрыло глаза, как лотова жена и краем глаза увидела комнату. На мое счастье, холодильник с этого ракурса закрывал телевизор и прежде чем я увидела экран, я снова закрыла глаза. Второй раз я открыла их только тогда, когда запах подъезда остался позади и я почувствовала свежесть осенней ночи. «Ты как? Все нормально?» Сосед подвел меня к лавке и усадил на нее. Я по-прежнему держала куртку, всепившись в нее омертвевшими пальцами, но посмотрев на его силуэт в темноте, заливавший двор, немного пришла в себя и разжала руки. Осторожно натянув куртку, я достал из кармана сигареты. Не говоря ни слова, сосед чиркнул зажигалкой. Какое-то время мы молча курили. Я не знала этого человека, но он только что спас меня. Отчего? Что вообще произошло там? Это было сумасшествие? Галлюцинации? Как ему это объяснить? Я заерзала, и сосед протянул мне руку. «Кстати, я Владислав». «Карина». Я пожала его ладонь, и мы снова замолчали. Наконец, я собралась с силами. «Владислав, спасибо вам, я не знаю, что сказать. Там произошло нечто странное, не знаю, как объяснить. Я не наркоманка, не подумайте только...» «Да я и не думаю. Об этой квартире все соседи знают». Владислав щелчком пальцев отправил бычок в кусты. Я повернулась к нему. «Что знают?» «Ну, тут женщина одна жила несколько лет, в возрасте, одинокая, с сестра той, что теперь квартирантов вроде тебя приводит». Однажды она выпала в окно и сломала шею. «Она не здесь умерла, не переживай», вспомнив слова хозяйки, я невольно усмехнулась. «Да, она умерла не в квартире, тут ничего не скажешь». «Не солгала». «А потом?» «А потом въехал ее сын, который, оказывается, у нее был, и через три месяца то же самое. Тоже выпал из окна, выжил, но вроде позвоночник сломал, инвалидом стал. Вроде как тетка за ним и ухаживает теперь. Я подробности не знаю, то у наших бабулек местных спросить надо». «А решетку вставила Анастасия Павловна, да?» «Это хозяйка нынешняя?» «Да, она. Сдавать начала эту конуру, но все квартиранты больше месяца не задерживаются. Уж не знаю, что с этой квартирой, но что-то там творится явно. Все сбегают сами не свои». «Вот я обернулась, чтобы посмотреть на окно своей квартиры, но не нашла его. Телевизор больше не работал. Темнота, накрывающая двор, стала еще гуще. Я повернулась к молчащему Владу и увидела, что он сидит ко мне спиной. В горле моментально пересохло. Мне не хотелось, чтобы он оборачивался». Друзья, если вам понравилась история, давайте соберем 10 тысяч лайков. Буду премного благодарен. Всем спасибо за внимание.